Доказательство, которое основано на двух инволюциях. Картинка вот такая. Я придумал его уже точно не помню никогда, примерно в 2006 году. Оно основано на следующей замечательной идее. Вместо уравнения х квадрат плюс 3 квадрат равно п, мы рассмотрим систему. Давайте рассмотрим п или черное. Пусть оно имеет вид 4n плюс 1. В таком случае, если нас интересует уравнение х квадрат плюс 3 квадрат равно п, одно из слагаемых будет четное, а другое – нечетное. Пусть, например, х будет числом нечетным, а у – четным. Перепишем уравнение в следующем виде. х квадрат плюс 4. Почему 4? Потому что делящееся на 2 в квадрате число делится на 4. Дальше какие-нибудь надо написать неизвестные, скажем, z и t. И здесь z равно t. Это совершенно замечательная идея. Она была высказана Цаиром примерно в 1990 году. И до этого химброна примерно в 1941 году. Сейчас будет очень быстро и просто. Чем это доказательство отмечений? Тем, что нам не нужно знать первое дополнение к практичному закону зависит. Все другие доказательства, которые до этого я рассказывал, были основаны на том, что есть такое число, которое в квадрате дает остаток p-1. Это линавра, да? Если p сравним с цель 0,4. А в доказательстве, которое прозвучит сейчас, это вообще не используется. Только переход к такой системе и дальше две эволюции. Одна из них алгебраическая. Давайте я аккуратно напишу. Алгебраическая эволюция. Это вот что такое. Тройка x, z, t переходит в x, t, z. Меняем местами числа z и t. Совершенно понятно, что ничего не происходит. Ой, только единственное, сейчас мы убираем эту систему и убираем вот это вот уравнение. И рассматриваем всевозможные тройки x, z, t, всевозможные тройки натуральных чисел, для которых x квадрат плюс 4z, t равняется p. Итак, алгебраическая эволюция строена очень просто. Если есть тройка чисел, то надо z, t поменять местами. Действительно, эволюция. Потому что, если z, t поменяем местами потом назад, то все вернуть. Теперь нужно объяснить, что такое геометрическая эволюция. Ну, это очень просто. Если у нас есть вот такая картинка. Вот этот вот квадрат со стороны x. Здесь вот этот вот отрезок y, а этот отрезок z. И везде здесь вот так. y, z, y, z, y, z. То вы не можете так вот нарисовать. И получаете такую картинку. Смотрите. Внутри возник квадрат, а к нему пририсован такой прямоугольник, такой прямоугольник, такой и такой. И наоборот. Если у вас есть вот такой вот квадрат с такими четырьмя прямоугольниками, то вы из него можете сделать большой квадрат с маленькими прямоугольниками. Вот это геометрически. Есть множество всех троек, для которых x квадрат, то есть 4, z, t равное. Давайте заметим, что есть ситуация, на которой геометрическая эволюция на самом деле не работает. Точнее, ничего не может сделать с этой ситуацией. Ситуация очень простая. Одна клеточка, к которой пририсованы вот такие вот прямоугольники. Во-первых, заметьте, пожалуйста, такая картинка есть. Потому что число P имеет 4n плюс 1, и, соответственно, если вы здесь возьмете пары n клеток с каждой стороны, то как раз и получите 4n плюс 1 клеток. Такая картинка есть. А вот все остальные разбиваются на пары. Значит, картинка такого типа нечетное число. Обратите внимание, что здесь очень важно, что число простое. Потому что, если бы число не было простым, то, возможно, была бы ситуация, когда к квадрату не единичному пристроили такие вот прямоугольники. Но у нас простое число, поэтому такого не бывает. Итак, нечетное количество. И алгебраическая инволюция действует на множество, разбивая его на пары. Но если вы нечетное количество объектов разбиваете на пары, то должен быть объект, который неподвижен под действие в алгебраической инволюции. Значит, z равно t. Ну, это и означает, что мы научились представлять число p. То есть, мы сумели удовлетворить последние уравнения. Безусловно, это доказательство проще всего, что у нас было до этого. Потому что ни разу не было использовано, кроме слов «арка», потому что «арка» делится на «вы», и так далее, и так далее. И так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова